«Иное измерение русской культуры». Василий Андреевич Жуковский «Самоотвержение власти» Читает Евгений Грозов-Гружковский Иоанн Миллер, заключив свою всеобщую историю словами «умеренность», «порядок», дал в них великий урок на все времена царям и народам. Две враждебные силы противоборствуют умеренности и порядку «страсть» и «произвол». Страсть уничтожает возможность умеренности. Произвол «дитя страсти» разрушает всякий порядок. Иоанн Миллер, выражая свое правило словами «умеренность», «порядок», извлекает его из событий истории, но ему можно извлечь и из начала Высшего и выразить словом «Божия правда». Главный действователь на сцене человечества есть власть. Она учреждает и сохраняет порядок. Она же его и расстраивает, и губит. В мире христианском самодержавие есть высшая степень власти. Она есть последнее звено между человеческою и Божией властью. По своему непосредственному происхождению от Бога она имеет свойство его неограниченности. По своему переходу от Бога к человеку она должна иметь эту самобытную подчиненность высшей власти. Эту необходимую границу, которую Иоанн Миллер выразил в словах «умеренность», «порядок» и которая есть не что иное, как Божия правда в ее применении к делам человеческим. Умеренность, оставаясь при выражении великого историка, дает верховной власти ее истинную силу и благотворность, ибо это произвольное держание себя в неприступимых границах, это свободное признание над собою владычества высшего, это вступление, так сказать, с ним в союз наступательный и оборонительный в пользу блага. Есть действие самого неограниченного самодержавия, пишущего своеручно самому себе непреложный закон, заимствованный из вечной правды, дабы этот чистый закон был источником всякого законодательства в делах человеческих. И верность этому закону всегда, везде, во всем есть твердейшее ограждение самой власти, ибо тогда и закон человеческий становится Божией правдою, исходя из власти Божией правдою проникнутой. Когда он будет вместе с нею исходить из одного и того же источника, тогда он будет обязателен для всех и каждого, как для дающего, так и для приемлющего. Обязателен по своей божественной природе, а не по одной силе человеческой, его налагающей и берегущей его страхом наказания. Величественное зрелище представляет власть, сама себя ограничивающая и отымающая у себя всякую возможность преступления, отдав себя на произвол власти Всевышней и отказавшись от всякого собственного произвола, который под личиной могущества есть враг и истребитель всякого могущества. Так говорит история, которая, по словам Иоанна Миллера, указывает нам, куда идут цари и народы, когда нет умеренности и порядка. Но благие наставления истории немногим бывают полезны. Историю можно сравнить с кладбищем. В гробницах, которыми усыпано все пространство этого кладбища, вырезаны надгробия неподвижным мертвым для живых проходящих. Живые читают их рассеянно, проходят мимо и, оставив усопшим их мирное кладбище, возвращаются в шумную жизнь, забыв о том, что мимоходом прочитали на камнях могильных. Немногим история дает предварительную, теоретическую опытность. Весьма немногие извлекают из нее истины вечные, но весьма многие почерпают в ней такие правила, которые, будучи выведены из событий и потому, имея наружность практической истины, бывают часто в совершенной противоположности с правдою, то есть с истинною Божию. Власть неограниченная есть самый высокий и самый опасный дар человеку от Бога. Сама по себе она есть то же, что добро. Бог всемогущ, потому самому Он и благ, но человек не Бог. Чтобы не упасть под бременем всемогущества, ему надлежит опереться на Бога. Не для единого блага других, но и для собственного сохранения Он должен своим могуществом ограничить свое могущество. Тогда Он будет знать и объем своей власти, и путь, с которого не должно ей сбиваться. Он будет мореходец, полновластный господин корабля своего, но покорный следователь указанием компаса, с которым, обтекая моря при попутном ветре, избегнет подводных камней, а в бурю спасет и корабль свой, и спутников, и самого себя. Этот компас мореходца есть не что иное, как покорность вечной правде. Она одна дает верность и стройность действиям власти, держа в узде страсть, которая все путает и бежено отдает на жертву настоящее будущему. Необходимое желаемому и установленное и установленное причуде. Читано по изданию полное собрание сочинений Василия Андреевича Жуковского в 12 томах под редакцией с биографическим очерком и примечаниями профессора Архангельского. Том 10 Санкт-Петербург Издание Маркса 1902 год год.